Я всегда, конечно, чувствую себя немножко виноват. Виноват – это факт. Это связано как раз с моей работой, что я постоянно в разъездах, у меня голова занята какими-то вопросами, рабочими моментами, даже когда я дома. Это меня очень сильно беспокоило до того момента, когда мне не встречаются некоторые, когда я думал об этом очень долго, и как раз на глаза попалось очень интересное, книга, в которой как раз такая же ситуация, когда описано ребенка, который рос, у него отец работал очень-очень много, и отец по этому поводу также сокрушался. Но когда ребенок вырос, он понял, что именно часть воспитания его культуры была заложена в том, как отец относится к своей работе. И он это впитывает. Мы же все прекрасно понимаем, что на виду с воспитанием быть рядом, ты должен быть еще примером для своих детей. Илья, Семен, Иван, Майя, Варвара, Илария, Савва, Таня. В семье Сергея Симака 8 детей. Капитан сборной России на бронзовом Евро-2008. Единственный игрок, ставший чемпионом страны с тремя разными клубами. Симак-футболист, Симак-тренер нам известен давно. Симак-отец обычно предпочитает оставаться за кадром. Я мечтал с детства, чтобы у меня тоже была большая семья. Дети понимают, когда их любят, и надо больше их любить, больше говорить им о том, что они любят тобой. Очень хорошую фразу сказал отец моей супруги, что у кого-то детей, не знаю, как вы будете жить, но скучно не будет точно. Когда мы с Сергеем начали встречаться, он мне как-то сразу сказал, что я хочу, чтобы ты мне родила на одного ребенка больше, чем было у моей мамы. А у его мамы было пять детей. Я еще так удивилась, думаю, шесть детей. Ну, вряд ли я на это способна. Но все равно в голове отложилась. Я очень чувствительна к слову, как человек пляшущий. И, видимо, в какой-то момент это сработало. Люди боятся от эскисти. Не уверены в своем будущем, а смогут ли я способны. Кто-то содержать большую семью, думают, а как кормить, как одевать, а то все дорого, сложно. Но, как показывает практика, и наши друзья, и все эти многодетные семьи, которые даже с небольшим достатком всегда есть возможность одевать и кормить детей. Поэтому, как есть хорошая фраза, если Бог дает детей, он их прокомнит. Сергей очень любит говорить, ты знаешь, вот дети – это же такая ответственность. Это ведь такая ответственность. Он очень любит эти слова «ответственность». Я его не люблю. Не так давно в семье Сергея и Анны произошло важное событие. В доме появился еще один ребенок, особенный – девочка по имени Таня. Изначально идея была моя. Этот план я вынашивала с самого детства. Однажды при мне забрали соседскую девочку в детский дом. И для меня это было так естественно, мне казалось, что это так естественно, когда случилась беда протянуть руку и помочь. Потому что вот она, а вот мы. Я в тот момент дала себе обещание, что когда я вырасту, я обязательно возьму какого-то ребенка из детского дома, чтобы меня больше это не тревожило. Пока у нас были дети достаточно маленькие, мы этот вопрос не рассматривали. Вернее, однажды рассматривали, но потом взяли какую-то паузу, для того, чтобы подумать. Впоследствии уже так сложилось, так было уготовано нам с судьбой, что в нужное время можно вместе. И в принципе приехала к нам, ей понравилось, нам понравилось. Я надеюсь, что как минимум семейное какое-то уют и тепло, и любовь, которые мы можем, мы постараемся ей дать для того, чтобы подготовить ее к более взрослой жизни, чтобы она была готова жить самостоятельно. Ставка, конечно, моя была очень высока, потому что я понимала, что в гости я ее не беру. Если я приезжаю к ребенку и говорю, что я тебя заберу, это разумевается, что я его беру навсегда. Я не могу сказать, что ты знаешь, ты у нас погостила, но как-то я подумала, мне сложновато. И вот этот момент, что Сергей считает, что она приедет в гости, а Таня уже знает, что мы ее родители. Он, конечно, требовал урегулирования. Но, зная Сергея, зная то, что это широчайший душ и человек, и он самый добрый из тех, кого я встречала в своей жизни, я понимала, что когда он возьмет ее на руки, он больше не сможет ее вернуть. И, к счастью, я оказалась права. Мне кажется, что вот такой вариант с семейным устройством детей, даже опекунством, уходом, он гораздо более правильный, нежен институт детских домов. Там дети не знают, что такое семья. Попадают в семью, пускай они все правко и сделают. В любой семье есть свои какие-то проблемы, сложности. Тем не менее, они понимают, что есть семья. И многие из них будут стремиться потом создать семью. Молодец! Папа! Сейчас я поднимусь! Давай! Представьте, что вы идете с мамой по вокзалу, и вдруг мамина рука от вас отрывается, и вы теряетесь. Вот что вы чувствуете? Ужас, панику. Вот то же самое чувствует ребенок, который живет в детском доме, но это паника с ним постоянно. У меня были закрыты глаза на ее увечья. Я видела только глаза и понимала, что вот это мой ребенок, и что его нужно срочно забирать. У меня до сих пор хранится сообщение, которое отправила Наташа Игнашевич, моей близкой подруге. Писала Наташа, что я всю жизнь боялась, что у меня родится нездоровый ребенок, но вот увидела эту девочку и почувствовала, что я хочу стать ее мамой. Ты в меня веришь? Наташа мне ответила, я в тебя верю. И вот с тех пор все закрутилось. Яснила, что ребенок не ходит. И все отнеслись очень участливо. Все ей старались помочь. Я, конечно, от своих детей такого не ожидала. То есть они проявили просто величайшее милосердие. Были готовы отдать все игрушки, поделиться всем, что имели сами. Но со временем, это естественная реакция, когда началась адаптация, каждый по разу сказал, что вот было лучше, когда тебя не было. Ну, потому что у Тани тоже очень сложный характер. И она харизматичный лидер, а у нас в семье все лидеры. В какой-то момент, когда я уже была на грани, я думала, что, наверное, вот я все-таки... Ну, что-то идет не так, не получается. И когда я была уже в таком истощенном эмоциональном состоянии, вдруг что-то переключилось, и ребенок мгновенно стал своим, влился в коллектив. Смотрю на то, как она меняется, как она счастливая, как она возится на полу с собаками, как она учится готовить, на ее успехи в школе. И мне страшно от того, что мы могли не встретиться. Сейчас в доме Сергея и Анны шесть детей. Старший сын Сергея Илья и дочь Анны Майя уже вышли из-под родительского крыла. И тем не менее, переезд в Уфу дался непросто. Ну, дети же это дети. У них сама мысль о том, что в жизни что-то меняется, она всегда воспринимается, ну, ура, ура, мы приезжаем. Куда даже неинтересно. Просто вот сама мысль, что что-то в жизни поменялось. Изначально все воспринялись интересом. Впоследствии кому-то школа больше нравится, кому-то меньше. Кто-то скучает по предыдущей школе. Есть разные вопросы. Кто-то хотел бы вернуться в Питер, потому что там одноклассники, очень дружный класс, который был, к примеру, у одного из наших детей совсем недавно, позавчера, день рождения. И он как раз, ну, мечта была поехать и с друзьями из предыдущей школы отметить сегодня рождение. Как раз выпало на выходных, и он смог подоседить, и мы был очень-очень рад. Все дети разные. Кто-то с удовольствием воспринимает переезд и смену места жительства, а кому-то дается более сложно. Была сложность с тем, что в Петербурге они учились в частной школе. Это какой-то закрытый коллектив небольшой. А переехав в Уфу, они попали в государственную школу впервые в жизни, где 40 человек в классе. И вот для кого-то из наших детей это оказалось наукой, то есть они это восприняли как положительный опыт. Вот появилась такая маленькая модель мира взрослой жизни. А младшим детям, наоборот, было очень сложно адаптироваться в такой среде. Ну, через несколько месяцев мы уже перегнали свой микроавтобус в Уфу, и уже вся семья передвигается на него. Но поначалу, когда шесть детей залезают в машину, когда мы когда-то приезжаем, начинают по очереди вылезать, иногда окружающие так с интересом выглядывали, кто это приехал, что за цыганский там. А Уфа оказалась неприспособлена к такому, чтобы у нас нет больших квартир, больших домов, которые сдаются, чтобы можно было представить такой большой семье. И он выдержал, выдержал его супруга, и они молодцы. То есть я понимаю, что они очень закаленные люди и не избалованные абсолютно. Работа главного тренера подразумевает постоянное отсутствие главы семейства. Тем не менее, вовлечение в воспитательный процесс максимальное и постоянное участие в бытовых вопросах. Всё свободное время, разумеется, семье. Когда у него бывает выходной, он, конечно, полностью посвящает его детям. Они этого очень ждут, они всегда знают, когда у папы выходной, радуются. И Сергей, конечно, понимая то, что немного не додает из-за своей занятости, он выкладывается по полной. Делает уроки, обязательно возит их куда-нибудь на каток, или в кино, или в бассейн. Ну, то есть старается как-то в этот маленький выходной уместить максимум из того, что доступно и возможно. Бывает и дерутся, и ссорятся, ругаются, потом мирятся. Конечно, иногда я переживаю, что как так, но я, мне кажется, дольше переживаю. Поругается, я переживаю, хожу, как же так возможно, и мы уже через полчаса играем, как ничего не было. Есть петухи, которые склонны к дракам и сварам, а есть дети созерцательные, есть дети нейтральные, которые совместимы с любыми группами. То есть я стараюсь не брать с собой группы, где есть два петуха, потому что я постоянно буду их разнимать. Поэтому вот как-то стараюсь комбинировать. Если еду куда-то в поездку, например, понимаю реально, что давай возьму там двоих, тогда получится, ну, в общем, как-то даже, может быть, отдохнуть. Могу взять четверых, есть такая комбинация. Но вот если только начинаешь жалеть и думать, ну, как же я оставлю вот этого, а вот этот, что скажет, а как же вот этот, ему там не дадут таблетки вовремя, ему там как-то вот что-то не так почитают сказку на ночь. Выезд на отдых в семье Сергея и Анны – отдельная тема. Иногда получается выбираться всей семьей. Иногда передохнуть нужно уже и папе с мамой. Последняя взрослая поездка – совместный воеждж в Японию с Сергеем и Натальей Игнашевич, еще одной известной футбольной парой. Ну, во-первых, мне было удивительно, что это очень близко от России. Помню, нас спросили, ну, как вы могли так далеко улететь? Я говорю, как далеко улететь? Ну, все, полчаса лета от России. И это, конечно, совершенно удивительно. Мне было очень интересно как-то прочувствовать менталитет японцев. Мне вот именно интересно было, почему, обладая такой тонкой, я бы сказал, даже тончайшей душевной конструкцией в плане внимания к мелочам, к плане сосерцания природы и всего того, что есть в Японии, настолько такое достаточно потребительское отношение к многим другим вещам. Что меня особенно поразило, что японцы никогда не говорят о своих чувствах прямо. Сергей Игнашевич рассказал нам историю о том, как Хонда делал предложение своей жене. Поскольку говорить, я тебя люблю или выходи за меня замуж, это неприлично, он сказал ей, я бы хотела, чтобы ты готовила мне рис. И она ответила, что она согласна. Невероятное уважение друг к другу и боязни вторгнуться в все это личное пространство. То есть ни в коем случае не помешать кому-то. Если, к примеру, тебя пропускают, ты сначала говоришь по-японски, если выражение извините, спасибо, ты сначала извиняешься за то, что доставил неудобство человека и благодаришь за то, что он тебя пропустил. Нам этого не хватает? Уважения, я думаю, в нашем обществе сейчас не хватает. Уважения к старшим, уважения к друг другу, уважения не хватает. Уважения к воспитанию не хватает. На исключительном уважении построены отношения и в семье Сергея, и в его команде. Одно из первых решений после прихода на пост главного тренера Уфы даже не столько запрет, рекомендация отказаться от ненормативной лексики. По футбольным меркам такие вещи – революция. Мне кажется, что абсолютно можно обойтись, это мое мнение. Для кого-то это пошло уже в тревогу. Но я стараюсь не употреблять такие слова, мне кажется, что поскольку мы все люди публичные, мы работаем много на сборах, нас могут дети, семьи, и моя личная инициатива в этом плане, чтобы, понятно, что какие-то слова могут в пыли, борьбы проскакивать и все остальное, но к этому нужно стремиться, в этом нет, это наше какое-то внутреннее расписание, мы никому не навязываем своего какого-то мнения, а мне хотелось бы, чтобы вы именно так строили наши отношения и общение внутри нашей команды. Я думал, что это сложно будет сделать. В принципе, я не скажу, что на 100%, но процентов на 75% у нас уже совсем все по-другому. Кто-то посчитает, что это есть часть нашего языка, кто-то так не думает, я отношусь к тем, кто так не думает, и таких, как я, и таких, не таких, как я, достаточно много, у каждого свое мнение, и каждый правит рассуждать и думать так, как считает, верно. У Сергея как-то естественно это получается, потому что он сам живет этим, он сам такой. Сложно внушить ребенку, чтобы он не ругался матом, если сам за углом ругаешься. Или сложно сказать, сынок, не пей водку, когда ребенок регулярно видит подвыпившего отца. Поэтому, конечно, в этом плане очень хорошо, что он сам является примером. Футболисты, они всегда чувствуют фальши. Если ты пытаешься быть слишком жестким, хотя таким не являешься, или, например, кричать, когда это тебе не всегда подходит, ты можешь там ругаться, можешь повышать голос, можешь кричать, но это все должно быть натурально. Ты должен быть через себя пропускать все эти ситуации, чтобы твои эмоции всегда были искренними. Тогда тебе будут верить футболисты, тогда за тобой будут сидеть команды. С моей стороны, я должен создать атмосферу, которая была способствована работе. Прежде всего, нужна и дисциплина, но здесь нужно понимать, нужно и не перекручивать абсолютно, но то же самое, и держать всех абсолютно в правильном густе для того, чтобы именно вот эта атмосфера, которая нужна для тренировочных сборов, она поддерживает. Ну, воспитывать по телефону, это, конечно, несерьезно. Бывает такое, что я прошу поговорить со старшим, когда происходят какие-то из ряда вон выходящие ситуации. Но вот это время сборов, оно, конечно, для меня очень тяжелое. Я всегда, как Робинзон Крузо, знаете, на острове ставил зарубки, вот прошел день, у меня примерно то же самое. По окончании затяжных сборов ситуация меняется. Хотя и в соревновательный период Сергея часто не бывает дома. Постоянный тренировочный процесс, частые выездные игры. Анна и дети относятся к этому с пониманием. Футбол – важная часть жизни Сергея Симака. Важная, но не важнейшая. Как жена футболиста, я, конечно, всем сердцем за него болею. И я знала, что вот это ощущение, которое дает переполненные трибуны, его очень сложно чем-то заменить в жизни. И, конечно, я видела, что он без этого сильно тоскует. А когда он оказался снова не на скамейке, а на поле в качестве тренера, у него загорелись глаза, и это началась новая яркая жизнь. Конечно, ради этого стоило все бросить и переехать. Мне кажется, во многих семьях, в многодетных семьях, мамы или каких-то папы не работают, кто-то работает. Такие варианты всегда присутствуют. И боятся того, что поставить крест на себе. Мне кажется, если у меня возникнет вопрос, что нужно больше реализовать себя в моей работе, в моей профессии или быть полезным в семье, здесь выбора никакого не возникает. Всегда всем понятно, что должно быть на первом месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!